Привет, с вами Ньерл, и это каст-матч между игроками Калзи Фок, который играет за Ликтора Альфа, и неизвестного корейца, которого я буду звать Кореец, который играет также за Ликтора Альфа. Это зеркальный матч, проходящий на карте Грин Туф Гордж. Довольно популярная карта, которую многие игроки предпочитают. Одна из немногих карт, которая игрокам нравится. Альфа Ричес и Грин Туф Гордж. Сейчас уже начали делать кастомные карты. И это один из немногих зеркальных матчей, по словам Калзи Фога, который этот матч залил на GameReplay.org, который был интересен. По словам, большинство зеркальных матчей проходят довольно скучно, но надеюсь, в этом мы увидим что-нибудь хорошее. Ликтор сам по себе очень интересный герой, он очень сильный герой. Обладает множеством способностей, которые могут повернуть в ход битвы. Можно увидеть корейский ник этого игрока вот здесь. В 720p вы его, наверное, увидите. На этой панели он отображается квадратиками. И Калзи Фог уже начинает маскироваться. Да, он схож хотел харасить. И харас с Ликтором. Да, Ликтором очень просто. Харасить своими флешхуками он может прерывать подавление. Конечно, в данном матче он этого не будет делать, потому что у Тиранид просто нет такого типа подавления, которому нужно устанавливаться. Но его способности с когтями идут наше с дополнительных способностей. И у Ликтора даже есть варгир, который позволяет ему восполнять стоящие рядом с ним отряды. Я его видел использованным ровно один раз. Я не знаю, почему его игроки так редко используют. И сейчас споровая мина корейца практически убила отряд термогаунтов Калзи Фога. Кстати, да, оба игрока в самом начале матча сделали споровые мины. Где споровые мины? Калзи Фога, к сожалению, для него их прервал Ликтор Корейца. И они так ни до кого и не достали. Оба игрока пошли в довольно стандартные билды. Но Калзи Фог в дополнение к нему уже сделал еще один отряд термогаунтов. Эти термогаунты зачем-то дрались в ближнем бою с другими термогаунтами. Да, они дрались с ними в ближнем бою, потому что у термогаунтов Корейца уже есть апгрейд на мешки с токсинами. У Калзи Фога таких апгрейдов еще нет. Так, один отряд термогаунтов я убрать не могу, скорее всего он в здании. Да, он был в здании, вот вышел. И Калзи Фог делает четвертый отряд термогаунтов. Его тактика довольно интересна. Посмотрим. Пока что в их битве сложно сказать, кто победит. Оба игрока харасят вражескую армию своими ликторами. И в конце концов останется, скорее всего, ликтор на ликтора. Но я думаю, что Корейцу придется что-то сделать. И нет, Калзи Фог отменил четвертый отряд термогаунтов. Он вместо него делает воинов. Скорее всего, этим воинам будет выдан шипастый удушитель. Потому что, ну, может они и такими останутся. Просто против чисто пехотной стрелючей армии шипастый удушитель кажется неплохой идеей. Скажем, против орков он бы был не так хорош, потому что шуты бы просто убили отряд воинов. Прежде чем тот начал бы в них хорошо шипастым удушителем стрелять. Не убил, причинил бы потери. Но против тиранит, думаю, будет довольно хорошо. У Калзи Фога все еще нет ни одного апгрейда на мешки с токсинами. На хромогаунтах апгрейда также нет. И у ликтора апгрейдов нет. Воинам покупаются шипастые удушители. Вполне предсказуемо. Просто как рукопашный юнит они бы тоже могли быть полезны. Но шипастыми удушителями будут лучше. Споровые мины, похожие на лампочки, двигаются в сторону воинов. И ликтор немного харасил. Да, кореец своими споровыми минами отгоняет термогаунтов Калзи Фога. В это время вся его остальная армия расстреливает воинов шипастыми удушителями. И да, не нужны бэкшуты, чтобы их расстрелять. Два отряда термогаунтов также неплохо справляются. И их мешки с токсинами увеличивают урон термогаунтов на 45%. Так что... Урон у них довольно высокий. У Калзи Фога же мешки с токсинами только заказываются для одного его отряда термогаунтов. Калзи Фог также делает споровые мины. Это уже... Каждый из игроков уже сделал по два отряда споровых мин. У корейца оба отряда были довольно успешны. И... Эта споровая мина даже смогла отогнать тех термогаунтов. Я думаю, что Калзи Фог немного перенервничал. Одна споровая мина-то нанесла бы ему урон, но не убила. То есть он мог бы докапать точку. Даже он вряд ли бы кого-нибудь потерял. Ядовитые воины дерутся немного в ближнем бою. И... И да, они смогли подавить термогаунтов. И в кампании со споровыми минами подавление становится еще страшнее. Потому что от них сложно убежать. И урон наносимый ими хоть и не такой большой, как раньше, когда взрыв споровых мин мог уничтожить целый отряд. Многие игроки за тиранид это очень активно использовали. Ставили споровые мины на пути отступающего отряда и взрывали их. Это было очень популярно. Ну, сейчас их принцип взрыва другой. Если хотите посмотреть на их старый взрыв, они, думаю, еще остались такими же в Хаус Райзинге. И посмотрим, что делает кореец. Кореец понемножку перегапывает точки на правой стороне карты. Термогаунты Калзи Фога также этим занимаются. Похоже, что Калзи Фог разделил свою армию на две части. С одной из которых являются воины в кампании с двумя отрядами термогаунтов. Другая часть это термогаунты и третий отряд термогаунтов. И Хрец также сделал воинов с шипастыми удушителями. Но почему-то большая часть отряда осталась далеко от поля боя. Возможно, они испугались. Но, скорее всего, это просто баг. Так что тут находится только один воин. Который получает урон от шипастого удушителя. Ну вот он погиб. Шипастый удушитель передался другому воину. Возможно, они наконец-то начнут двигаться. Ликтор, как и положено любому хорошему ликтору, ходит и партизанит. Как, в общем-то, почти любой стелсовый герой делает. Пока что... Да, Калзифок приобрел своему ликтору... Там называют Сайфон Таленс. Это позволит ему при атаке из стелса подавлять вражеские отряды. И Калзифок использовал свою крючеплоти своего ликтора именно для того, для чего я говорил. Он мог бы их использовать в самом начале матча. Для прерывания подавления он убил того воина. И сейчас Кореец отступает на базу. Калзифок довольно уверенно... Держал довольно уверенное превосходство на первом тире. Было действительно довольно интересно. Но Кореец переходит на второй тир. Он тоже держался очень неплохо. И на протяжении всего первого тира он так и не сдал свои генераторы. Только сейчас, когда он уже начал переходить на второй тир... Возможно, их немного поломают. Калзифок же сделал равенеров. Когда его соперник переходил на второй тир, он просто сделал еще один отряд. Посмотрим, что из этого получится. Вопреки мнению некоторых игроков, задержка на первом тире не является фатальной. Особенно против тиранид. То есть, если там другие расы могут... Особенно хаоситы. Я думаю, именно от хаосита появилось такое мнение. Там блоккрашеры быстрые. До хаосит этим любили баловаться орки. Быстрые банки. Были очень хороши. Но тираниды не могут сделать какой-то быстрой техники. И... Впрочем, они могут сделать синапс и очень мощно усилить свою армию. Но такой... Такого фатального движения, как, скажем, блоккрашер, они сделать не могут. Равенеры не смогли добить хромогаунтов. Они даже специально для этого зашли на базу. И... Ну, они сами тоже не понесли потерь. Посмотрим. Генераторы Калзи Фога установлены на этой точке, потому что на ранних стадиях игры Кореец осаждал его эту точку энергии. Так что генераторы Калзи Фога находятся в довольно уязвимом месте. И... Калзи Фог сам довольно скоро сможет перейти на второй тир. Кореец уже там, но пока что он ничего хорошего не сделал. Кроме того, что он заказал своему ликтору смертельный прыжок. Это очень хороший варгир, который позволяет включить в список многих способностей ликтора еще и штурмовой прыжок. И вот Кореец делает тирангарда, тиранидского гвардейца. Который является примерным аналогом техники у тиранид. Тирангард не является техникой. Он супертяжелая пехота. Так что, хоть и с трудом, с большим трудом, но его можно убить. В общем-то, в отместку за то, что у него, типа, брони супертяжелая пехота. У него очень много жизней. 2250. Но я сомневаюсь, что Калзи Фогу придется пользоваться такими экстремальными методами, как попытка завалить тирангарда первотирной пехотой. Он уже переходит на второй. И там у него будет множество способов это сделать. Возможно, он сделает гинокрадов. Возможно, кого-нибудь еще. Все зависит от его решений. Но, да, несмотря на то, что Калзи Фог перешел на второй тир намного позднее своего соперника, он еще держится. Он, конечно, был отброшен довольно сильно. Его генераторы были разрушены. Но он не был окончательно задавлен своим соперником. Тирангард уже начинает продавливать правую сторону поля боя. Левая часть держится корейцам уже довольно давно. Но Калзи Фог прорывается по центру. И учитывая, что здесь стоит всего лишь два отряда термогаунтов, думаю, у него это получится. Если, конечно... Да, кореец прибегает к помощи своего тирангарда. Я, в общем-то, думаю, сюда он его и вел. Ну, он вел его, скорее, просто к любому месту, где можно найти соперника. Но благодаря тому, что тирангард очень-очень медленный, без синапса. То есть синапс... Ему подойдет любой синапс. Он от него ускоряется. Но без синапса тирангард очень медленный. И Калзи Фог сможет разбить, возможно, что-нибудь, пока он придет. В общем-то, на его выбор. Я думал, что он выберет генератор, но он разбил Поверноду, и тирангард уже здесь. В общем-то, Калзи Фог может просто отойти, развернуться и продолжить стрелять. Если тирангард его не протаранит. Кореец уже переходит на третий тир. И его выбор вполне понятен. Там у него есть и Корнифексы, и Ликторы. И самый вкусный Свармлорд. Хорошее использование которого может просто уничтожить соперника. Он самый эффективный супер-юнит. Пусть даже он не может побить других супер-юнитов в открытой битве. Больше не может. Раньше он мог. Но его способности по поддержке армии намного превосходят всех остальных. Калзи Фог делает за антропа. И довольно интересный выбор. Кореец сделал своему Ликтору Фидер Тендрилс. Это позволит ему восполнять жизни при атаке. Я не знаю, насколько это хорошее решение. Учитывая, что он уже на третьем тире. Только делает своему Ликтору такую вещь. Но ладно, если он решил, что его Ликтору нужно больше жизни. Это его дело. Он тиранит 60-го рейтинга, а не я. Калзи Фог же... Калзи Фог же все еще не купил никакого дополнительного варгира. Кроме когтей на подавление, которое он сделал уже давно. И вот его Ликтор выкатывается на поле боя. Выплывает на поле боя. Вылетает на него. Он сможет останавливать Тирангарда. У него есть способность для этого. Может отбрасывать Ликтора. Конечно, главное это его возможности как артиллерии. Но в то же время делать Зоантропа, когда противником является Ликтор, это очень рискованно. Потому что Кореец, если бы у него были, скажем, дамажные когти, там, корзины. Он бы мог просто притянуть этого Зоантропа и убить его до того, как Зоантроп смог бы вообще встать. И посмотрим, сможет ли Калзи Фог его удержать. Но Кореец использует своего Зоантропа более агрессивно. Зоантроп использует замедление на Тирангарде. Сложно сказать, замедлен он или нет. Он всегда медленный. Да, он замедленный. И благодаря поддержке Зоантропа и его тяжелой артиллерии, Калзи Фог смог победить в этой битве. И он делает своего Тирангарда. Конечно, Зоантроп не наносит большого урона по Тирангарду своим основным артиллерийским выстрелам. И Кореец, несмотря на то, что на третьем тире он еще ничего не делает. Скорее всего, копит на это ресурсы. Воины с шипастым удушителем спасут этого Тирангарда от Ликтора. У Ликтора тип атаки когтей Ликтора силовое оружие. Так что он наносил довольно неплохой урон по этому Тирангарду. Равенеры, тут скорее для поддержки, они типом урона силовое оружие уже не обладают. Вот Ликтор, я думаю, отвлекает Тирангарда, я не знаю, если он его не отвлекает, то у него нет причин оставаться здесь, под его атакой. Ну, да, он просто ушел в стелс, у него осталось довольно мало жизней. Калзи Фог перекапывает точки своими воинами. Хорошее применение довольно бесполезному в других условиях отряду. Сейчас эти воины, конечно, могут быть использованы в качестве поддержки, но... У него еще есть зонтроп? Да, его зонтроп еще живой. Покоцаны, я его просто не могу видеть на этой панели, как вы. Вы тоже не можете его видеть. Потому что на этой панели просто не отображаются больше, чем шесть отрядов. Я не знаю, почему реликам так и не пришло в голову это исправить. Я сомневаюсь, что они не... Возможно, они просто планировали то, что никто не будет делать больше, чем шесть отрядов в игре. Я не знаю. Но так или иначе, зонтроп еще жив, и он отлично справляется с пехотой, тогда как Тирангард сможет отвлекать на себя огонь. Сейчас, возможно, произойдет битва двух Тирангардов. Но один из них лежит и регенерирует. Пока он это делает, думаю, ему на помощь уже сможет кто-нибудь прийти. На этом фланге... Калзифок потерял... Почти потерял отряд термогаунтов. Думаю, сейчас он это сделает. Да, он потерял отряд термогаунтов, он ими не отступал. Я не знаю, вообще смотрит ли он в данный момент на эти отряды. То, что их здесь убивает Ликтор. Точно неизвестно, кто именно победит. Думаю, с когтями на восстановление жизни, конечно, Ликтор. И большая битва происходит в тот момент на центре. Кореец вывел на поле боя Корнифекса. И он уже выдал ему Торнбэк. Корее... Я думал, что Кореец победит, но... Калзифок привел сюда своего Ликтора и Зоантропа. Так что Кореец погиб. Корнифекс Торнбэком в непосредственной близости от Зоантропа. Если он просто ударит его два раза, Зоантроп умрет. Но Корнифекс вместо этого следовал за самым полезным отрядом на поле боя термогаунтами. Или он просто не заметил огромный летающий мозг. Но сейчас Корнифекс находится под обстрелом ядовитых воинов. И похоже, что Кореец использует его просто как камикадзе. Но нет, он его отводит. Подобный стиль использования, ну вообще любых шагателей, довольно популярен. Так делают и с дредноутами, и с Корнифексами. Несмотря на то, что они сильны, они не бессмертны. Конечно, это может быть эффективно. И это может быть очень эффективно, учитывая, что в данный момент у Колзефога осталось довольно мало очков победы. Но в то же время это может быть смертельно для Корейца. Потому что если Колзефог сможет отбить эту атаку, у Корейца просто не останется основы армии. И да, Кореец делает тираноформацию. Колзефог отвел все свои юниты. Посадил их в здание. По-моему, да, тираноформация убила тирангарда Корейца. Но зато Корнифекс убил отряд ядовитых воинов. И сейчас он убьет тирангарда. Почти убьет. Возможно, он выживет, если начнет регенерировать. Хотя вряд ли. Да, он начинает регенерировать. Корнифекс оказывается парализован выстрелом Зантропа. Посмотрим, что Колзефог сможет сделать. Он призывал новый отряд ядовитых воинов. Тем временем, Колзефог, несмотря на то, что на его базе сидит огромный Корнифекс, Колзефог не теряет хватку, он перекапывает точки. Он не забывает о том, что даже если он отобьет атаку Корнифекса, ему еще нужно перекапывать точки и время лучше не терять. Думаю, одна из ошибок Корейца в данный момент, главная ошибка в том, что он не убивает этого Зантропа. Зантроп может его замедлять, несмотря на то, что ему не наносится так уж много урона. Он не наносит так уж много урона. Это опасно для Корнифекса. И тирангард отрегенерировал Корнифекс, так и не смог его убить. Возможно, сейчас Корнифекс погибнет. Я не знаю, как именно получится. Колзефог использует отряд термогаунтов для того, чтобы мешать Корнифексу уйти. Но если Корнифекс использует таран, который я не видел, чтобы он его использовал, возможно, у него еще не прошел кулдаун, он сбежит. У Корнифекса остается всего 132 жизни. Он все-таки убегает. Но за ним гонятся споровые мины. Да, вряд ли. Они перестали за ним гнаться. Кореец смог спасти своего Корнифекса. Ничего. Да, он нанес довольно большие повреждения. Калзефогу не смертельные, но он смог зажать его на базе. Нанести ему потери. Отреда видов воинов. Ну, Калзефог его быстро переделал. Но... Калзефог еще... Он... Не побежден. Он... А вот... Калзефог еще может сражаться. Но вопрос в том, сможет ли продолжать сражаться Кореец. Он потерял в этой битве гвардейца. А Калзефог время даром не терял. Он... Перекапывал точки. И... Кореец не получил того преимущества по очкам, на которые он рассчитывал. То есть... Одна из главных идей в таком использовании шагателей. То есть загоняние их на базу. В том, чтобы загнать противника на базу и все перекапать. И пока противник дерется с шагателями... Я говорю именно с шагателями, не только с Корнифексами. Потому что для тех же целей используются и Бладкрашеры, и Дредноуты, и Смертодреды, и все что угодно. Достаточно большое и толстое. Идея в том, чтобы перекапать карту. И... Выиграть время. И даже если соперник сможет отбить атаку... Как бы... У него просто не хватит времени на то, чтобы перекапать точки. Но сейчас Кореец проигрывает по очкам победы. Но он сделал еще одного Корнифекса. И посмотрим, что он сможет им сделать. Этому Корнифексу он также выдает Торнбэк. Посмотрим, насколько это будет успешно. Предыдущий Корнифекс стоит и регенерирует на базе. Ему стоит выдвигаться в бой, учитывая, что у него почти полные жизни. Ему нужно вступать в бой. Потому что сейчас... Колзефок выигрывает. И... Кореец у нас все меньше и меньше очков. Его Корнифекс дерется на центре с Тирангардом. Но никто не перекапывает центр. Да, все, что сейчас нужно... Колзефоку это перекапать точки и удержать их. В основном удержать их. Потому что большая часть точек и так под его контролем. Новый Корнифекс с Торнбэком... Да, дрался с Тирангардом. Но... Да, сейчас Тирангард пойдет. Ему на помощь пришел еще один Корнифекс. Но Калзефок уже сделал нового Тирангарда. И... Да, все, что нужно... Не забывайте, все, что нужно... Калзефоку это продержаться. Определенное время. Тирангарды отлично подходят для этих целей. Они толстые. Ну... Против двух Корнифексов. Они не такие уж и толстые. Один из Корнифексов сейчас, возможно, умрет. У него осталось всего 56 жизней. И всего один выстрел... Не один. Примерно одна очередь. От ядовитого выводка и этот Корнифекс бы погиб. Несмотря на то, что... Да... Этот выстрел был произведен. Несмотря на то, что Корец смог отбросить Калзефока. Он направлял свои усилия на то, чтобы убивать Тирангарда. Вместо того, чтобы перекапывать точки. И Калзефок эту точку смог удержать благодаря... Термогаунтам, сидящим в здании. Это действительно было довольно интересно. Калзефок отлично держался на первом тире. Он... Не боялся... Вкладывать много ресурсов в первый тир. В то время, как его противник перешел на второй. Для Калзефока это полностью окупилось. И, конечно, на третьем тире... Выигрыш Калзефок заключался именно в том, что он смог отбить эту атаку от Кореца. Когда его Корнифекс пришел на базу. Если бы Корец был поскромнее, со своими силами играл бы более основательно и надежно. То есть не пытался так рисковать. То, возможно, он бы выиграл. Этот маневр бы прошел с игроком более низкого уровня. Потому что такой игрок бы просто не стал перекапывать другие точки в тот момент, как у него на бае сидит Корнифекс и Тирангард. Но Калзефок очень хороший игрок. И он на такое не попался. Он смог все отбить. И он выиграл. Это был действительно очень интересный матч, как он и писал в описании к этому реплею. Надеюсь, я сейчас... Надеюсь, у меня хватит сил сделать еще парочку кастов сегодня. И надо будет начинать смотреть реплеи для Фан оф Вора. Надеюсь, на этот раз мне их прислали побольше. На этом все. Подписывайтесь на мой канал и заходите в группу в Стиме. В ней я иногда даже что-то пащу, какие-то новости. В основном связанные с игрой. Например, обнаружение новых багов. Я довольно редко пишу там новых видео. Впрочем. Но... Интересная информация там иногда бывает. До свидания.